В шестой раз Музей истории БАМа открыл свои двери в то время, когда рабочий день должен подходить к концу. В рамках Всероссийской акции в учреждении культуры прошла Ночь искусств в музее. Посетители ждали с 19 до 23 часов. Как показывать практика, с каждым годом интерес у тындинцев подобное мероприятие вызывает всё больше. В этом году стены музея едва вмещали всех желающих. Сегодня, как никогда, пришло очень много жителей города. Наш коллектив старался показать всё самое лучшее. И я думаю, что это нам удалось. Что касается музейного дела, в этом году в трёх залах были изменены экспозиции, добавлены новые предметы, а также фото и документальные материалы. Фонд музея действительно богат. Сегодня он насчитывает более 43 тысяч единиц, 26 тысяч из которых – основные. И остальное – научно-вспомогательные материалы. Это документы, редкие книги, фона и фотоколлекции, нумизматика, геологические материалы, сувениры и прочее. То, что в музеях, что было раньше, что сейчас люди обычно делают, обычное, что может быть в музеях, тоже всё интересно. Мне очень понравился вот этот зал, особенно где такие украшения, которые из самоваров, очень необычные. А дальше, ну вот, как это, камни драгоценные тоже, как бы очень интересные. Всё это так красиво объединили. В этот вечер залы музея, можно сказать, использовались не по назначению. Так, например, в зале природы зоны БАМа было организовано шоу «Танец со светодиотами» группы «Лайстрит Дэнсер». Учащиеся второй школы 7-го Б представили дефиле, в котором выразили своё мнение на современную моду. В их представлении, а тем более в год экологии, практично и удобно носить вещи из экологических материалов. Над своими образами ребята и педагоги трудились несколько месяцев. Говорят, каждый представленный костюм отображает их характер. Ну, я добрая, белая, фашистая. Неприступная, закрытая. Мадмозель. Мой костюм обозначает пышность моего характера, яркость и эмоциональность. На улице работала обсерватория на асфальте «Звёздное небо», где все желающие могли в телескоп понаблюдать за звёздами. В выставочном зале музея своим творчеством и талантом порадовали воспитанники детской музыкальной школы. Театральная студия «Школа волшебников» показала отрывки спектакля. А воспитанники кружка при Тыницком драмтеатре провели мастер-класс. Присоединяются плечики. В этот вечер занятий по душе можно было найти каждому. Но, независимо от возраста, в музее работали различные площадки мастер-классов, что ещё раз напомнило присутствующим, как богат наш маленький город творческими и талантливыми людьми. Каждый пришедший в этот вечер в музей мог попробовать свои способности в любом из предложенных видах творчества. Например, выпиливание лобзиком или лепкой с тестом, татум, вышивка крестом. Мастерицы клуба «Планета рукоделия» представили свои работы. Эмоции вообще переполняют. Во-первых, наш любимый клуб «Планета рукоделия» проводит мастер-классы, там полный аншлаг. Девочки молодцы, они так интересно рассказывают и показывают. Потом мы посмотрели вот этот зал, выставка Казакова, тоже очень интересная такая выставка. В именкийском зале очень красиво. То есть, как бы, есть в нашем городе, что посмотреть, на кого посмотреть, с кем познакомиться, и с творчеством, и с рукоделием, и со всем остальным. Отдельного внимания заслуживает новый вид творчества, который начинает развиваться в нашем городе. Это рисование на воде. Все желающие могли сами попробовать это увлекательное занятие. Эбру, рисование на воде, турецкое искусство, очень древнее. Вы давно его освоили? В 2015 году, когда были в Турции, познакомились, очень понравилось. Здесь впервые попробовали в 16-м, ну да, наверное, в 16-м, то есть год прождали. Весь вечер были открыты выставки «Ростки добра», свидетельства успехов детей города, нужные вещи из ненужных материалов, творческие работы учащихся педагогов города, ассамбляж Владимира Казакова, «По яму и по баму» из истории транспорта в регионе, «Вторая жизнь», фотографии по делах жителей Тынды, Талакана, Чульмана, Сковородино, «Мир наших увлечений», творческие работы с Урдуковской и Лукиной, семейное рукоделие, вышивки Никитина и ее мамы, красота своими руками, женские украшения от народного мастера Корсаковой. Завершающими аккордами мероприятия стал показ «Файер-шоу» и шоу сумасшедших экспериментов. Самые стойкие посетители и ценители искусства покидали стены учреждения в 11 часов вечера, а работники музея уже готовят на следующий раз новые сюрпризы. Евгения Пащенко, Дмитрий Белокерницкий. Наши новости. Продолжение следует...